Чемпионат Европы 1988 года Оценен на Япону Повтор броска Второй круг соревнований Бросок на Вазаре Повтор броска Бросок на Вазаре Бросок оценен на Япон Третий круг соревнований Сергей встречается с юдоистом из Чехословакии Бросок на Вазаре Повторение технического действия. Перевод в партер и обработка в партере. Повторение технического действия. В следующую схватку с французом Карабетты Сергей проиграл в очень упорной борьбе, по мнению судей. И сейчас Сергей проигрывает две юки за бронзовую медаль с Чаком. Очень много было отдано сил и схватка складывалась очень тяжело для Сергея. Проигрывая безнадежно встречу за 20 секунд, Сергей провел великолепный бросок, который мы увидим. Повторение технического действия. Повторение технического действия. Повторение технического действия. КОНЕЦ КОНЕЦ Дважды судья останавливает встречу, у Сергея разбито лицо, он проигрывает схватку. Остается 20 секунд. Это последние две атаки. КОНЕЦ Да, бросок, как говорится, без комментариев. КОНЕЦ Повтор броска. КОНЕЦ Да, вот так даются медали на крупнейших международных соревнованиях. Нужно выдержать марафон 5 встреч в течение 4-5 часов. И нужно бороться до последней секунды в любой встрече с любым соперником. КОНЕЦ Курский международный турнир являлся отборочным для участия членов сборной команды Советского Союза в чемпионате мира в 1989 году в Югославии. Сергей отборолся 6 встреч, все встречи выиграл чисто. И вот в первом круге он встречался с борцом из Молдавии. Посмотрите как происходила эта встреча. КОНЕЦ 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 Держать! Держать, Сергей! Держать! Молодец! Держать, держать! 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 В этой встрече Сергей также победил в партии болевым приемом после выполнения своего коронного приема переворотом. И вот финальная встреча. Сергей встречается с представителем из Грозного Умаром Балтиевым, также членом сборной команды Советского Союза. Встреча идет за первое место. Балтиев очень сильный, упорный, волевой борец. И схватка пошла сразу, без всякой разведки. Встреча с Грозного Умаром Балтиевым Подсечку боковую. Держать, держать! Держать! Уходи! Бросок подсечкой и обработка в партии, болевой прием. Это повтор ситуации, в которой Сергей смог применить свой коронный прием стойки. Подсечку и своевременно и мощно преследовать в партии соперника. Болевой прием, чистая победа. Сергей победитель международного турнира. Подсечку боковую. Держать, держать! Держать! Уходи! 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 в весовой категории до 65 килограммов звание победителя первое место занял у мармалтии вячеслав шишкин город человек спортивного ученика А это уже Сергей Космынин участвует в составе сборной команды Советского Союза. Это в крупнейшем, сильнейшем турнире в те годы в Европе и в мире, в Тбилисском международном турнире. И вот в первой же встрече жеребий с Йолова опять с Вахтангом Джапаридзе. Дома у себя Вахтанг был очень настроен на победу. Посмотрите, как пошла встреча. Сергей идет в атаку и проводит удержание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Чистая победа. И посмотрите повтор всей ситуации. Бросок оценен на Вазаре и преследование удержанием в партере. Вахтанг нарушает правила, получает предупреждение. Сергей четко контролирует все его действия. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Второй круг соревнований. Сергей встречается с японским дзюдоистом. Сватка носила обоюдно острый характер. В конце встречи Сергея провел ему болевой прием, который, к сожалению, концовка которого не очень четко снята оператором. Сергей победил в этой встрече, одержал чистую победу болевым приемом. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Вот этот болевой прием, который Сергей провел японцу, он сдался сейчас. А это уже встреча Сергея с Евгеньевым Львовым, также членом сборной команды Советского Союза. Это третья встреча турнира. Сергей действует очень четко. С первых секунд проводит удержание Евгению Львову и таким образом уверенно выходит в полуфинальный поединок, где ждет его также один из основных соперников его по Советскому Союзу Игорь Глывух. 1988 год. Подготовка к Олимпийским играм. Эти соревнования носили вот такой просмотровый характер и победа была очень важна. Повтор технических действий со встречи Сергея Косминина с Евгением Львовым. Переворот в партии, обработка и выполнение удержания, коронного удержания, которое дало Сергею победу в этой и других встречах. Жека крутится, а то и не будет. Смынин. Четвертый круг. Встреча за выход в финал. Упорный поединок до последней минуты. И вот на последних секундах встречи только Сергей смог перевести Игоря в паркер. Вот сейчас мы посмотрим ситуацию эту и провести ему удержание. Это дает Сергею чистую победу и выход в финал, где ждет его уже чемпион мира 1995 года, заслуженный мастер спорта Юрий Соколов. И вот это уже финал. Сергей встречается с заслуженным мастером спорта, чемпионом мира Юрием Соколовым. Это спор основных претендентов в олимпийском цикле 1988 года к олимпийским играм. Сватка носила упорнейший характер. Но Сергей был моложе, был лучше, уже готов. И несмотря на то, что Юрий повел сватку в начале встречи, сделал оценку Юка. Сергей сумел навязать свой темп и на третьей минуте провел бросок и одержал чистую победу. Посмотрим, как происходили события. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Вот еще раз посмотрите, как после атаки в стойке, получив оценку Кока, Сергей переходит к борьбе в партии на волевой прием. И только Юра Соколов с его мощным партером мог выкрутиться из такой, казалось бы, безнадежной ситуации. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Продолжение следует... 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 Обратите внимание на секундомер... Остается чуть больше одной минуты... Акума ведет... В Азари и Юка... Имея предупреждение... Чуй. 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 Акума получает кикаку. 22 секунды до конца встречи. И тут посмотрите, какая драматическая ситуация разворачивается дальше. Последние секунды встречи. Последняя атака. Последний бросок. Какой бросок? Посмотрите, бросок и победа. Бросок победа. Еще раз посмотрим, как все это произошло. Ну а это финал. Петер Шеникан, Чехословак. Петер Шеникан, Чехословак. Уверенная победа. Красивая победа. Мощно боролся Сергей Собрана. И только мы, тренеры, знали, что за два часа перед этим финалом Сергей не мог даже самостоятельно размяться. После схватки с японцем он получил травму, грудиноключичного сочленения. И когда ставили вопрос, бороться ему или не бороться в финале, он решил бороться. И только сказал, что должен победить на первых секундах встречи. Иначе будет тяжело. И у него все получилось, как он хотел. Как проходил 10-й чемпионат мира? Наша сборная на этом чемпионате завоевала 5 золотых медалей. Это был триумф советского дзюдо, студенческого советского дзюдо. 5 золотых, 1 серебряную и 1 бронзовую. Это из 8 участников. Также наша сборная в последний день выиграла и командное соревнование. В финале встречалась с французскими спортсменами и выиграла с счетом 4-1 у них. Лично я, участвуя на этом первенстве, выиграл 5 схваток. Первые предварительные схватки сложились легко для меня. Это я выиграл у борца из ФРГ, из Южной Кореи, из Монголии. А вот за выход в финал у меня была очень сложная схватка с борцом из Японии. Фамилия Волкума. Она еще сложная была для меня, потому что я в январе 1988 года проиграл ему на международном турнире Кубок Шорики, студенческие соревнования в Японии. Кубок Шорики, студенческие соревнования в Японии. Кубок Шорики, студенческие соревнования в Японии. Субтитры делал DimaTorzok 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 Держать, Держать, Держать! Держать, Серёга! Держать, Серёга! Держать! Держать, Серёга! Держать! Голову, Серёга! Мы со съёмочной группой побывали в городе Минусинске, в школе Олимпийского резерва. То есть там, где вы начинали заниматься, где занимаетесь сейчас, говорили с вашим тренером Владимиром Павловичем Щедрухиным, увлечённым человеком. И вот в этом плане хотелось бы вспомнить, чтобы вы вспомнили, как вы пришли первый раз в дзюдо, почему вы выбрали именно этот вид спорта? Ну, вообще дзюдо выбрал я случайно, потому что у меня не было вообще такой задачи, вот именно заниматься дзюдо, а просто я решил, хотел поправить своё здоровье. В детстве очень часто болел, ну и решил куда-то заняться чем-то серьёзным, поправить здоровье. И как раз в этот момент увидел объявление в школе. На объявлении было написано, что объявляется набор в секцию борьбы дзюдо. Я пришёл по этому объявлению в зал. И тут меня встретили, встретил очень хороший, я бы сказал, увлечённый человек, который профессионально поставил тренировки. Очень интересно, профессионально, увлекательно тренировки. И как-то не замечая для себя, я втянулся в эту борьбу дзюдо, полюбил её, и теперь я не представляю себя без борьбы. Как он у нас попал в дзюдо, то я как тренер с позиции 13-летней давности могу сказать, что первый день я помню, что пришла группа мальчишек небольших. Мы тогда, я занимался тогда в основном с ребятами более старшего возраста, вот, и этих ребят, они попросили меня, я их принял в секцию. Вот, но обратил внимание на него я уже позже. Обратил внимание не на как-то спортсмена, а как на старательного, трудолюбивого мальчишку, который был обязательный в своих тренировочных занятиях, вот, ну и ещё он не блистал своим тогда могучим здоровьем. Вот. И обратил внимание на себя, конечно, в спортивном лагере. Когда, сделав побег из пионерского лагеря, он оказался в нашем спортивном лагере, весной, летом первого же года занятий. Ну и затем первое юношеское соревнование, первенство города, первенство края, упорные тренировки. И вот первый успех у Сергея был, это в 80-м году, в марте месяце, он стал бронзовым призёром Пенсовского Союза среди юношей. Вот тут Сергей заявил о себе как о спортсмене. Если говорить о том, что является целью нашей работы, то целью нашей работы является массовое привлечение ребят к занятиям физической культурой и спортом. Воспитание ребят через занятия, в данном случае в спортивной секции дзюдо. Ну и дать возможности талантовым ребятам, показать свои возможности, проявить свой талант. И, естественно, участвовать в соревнованиях по мере возможности защищать сборную команды школы, города, края и Советского Союза. Ну а если говорить о целях, то нужно спросить, наверное, и у самих ребят. По вашим весёлым, разгорячённым лицам, я вижу, что вам нравится заниматься дзюдо. Это так, ребята? Да, так. И тогда сразу вопрос. Скажите, пожалуйста, чем вам нравится занятие дзюдо, что оно даёт вам в жизни? Ну дзюдо нам даёт силу, ловкость, вносливость. Ну, спорт сплачивает нас. Мы здесь как-то вместе находимся. Здесь мы становимся сильными, ловкими, здоровыми. Вот ты сейчас учишься в институте. Рано или поздно в любом случае тебе придётся делать выбор. Либо оставаться в спорте, либо следовать своей полученной профессии, педагогической профессии. Вот ты делал уже какие-то себе, делал выбор, чем будешь заниматься? Да. Выбор я уже сделал. И давно, мне кажется. Я не представляю себя без борьбы. И поэтому я думаю работать тренером в дальнейшем по окончании своей спортивной карьеры. А это образование педагогическое, оно мне понадобится, я так думаю, что понадобится в моей работе, я уверен. Ещё такой, видимо, неожиданный для тебя вопрос. Ты куришь, Сергей? Нет, я не курю. Да. А когда-то раньше пробовал, начинал курить? Ну, наверное, как и все мальчишки. То есть большой спорт и курение это несовместимо? Да. Понятно. Несмотря на то, что год 89-й только что начался, ты уже успел одержать одну из важных, видимо, для тебя побед. Расскажи, пожалуйста, подробнее. Наверное, это вы говорите о чемпионате Советского Союза? Да, о чемпионате Советского Союза, который вот прошёл. В январе месяце. Многие лидеры в моей весовой категории проиграли в предварительных встречах незнакомым ребятам, молодым ребятам. Ну, а я, у меня было очень, мне было очень тяжело, прямо скажу, на чемпионате Советского Союза. Но я его выиграл. А тяжело мне было, потому что очень насыщен календарь спортивный. Вот в прошлом сезоне был, очень много соревнований. Я вот скажу, количество соревнований было у меня за 88-й год, 9 стартов. Я считаю, международный старт, в основном, и чемпионат Советского Союза. И, держав победу в чемпионате Советского Союза, ты на европейское первенство едешь первым номером, да? Да, я завоевал путёвку на чемпионат Европы. И теперь буду целенаправленно и спокойно готовиться к этому старту. Ну, и последний такой, наверное, традиционный вопрос. Твоя самая заветная спортивная мечта? Ну, плохо. Есть такая пословица, плохо тот солдат, который не хочет быть генералом. Но генерал для тебя это... Олимпийские игры. Олимпийские игры. Ну что ж, остаётся пожелать тебе успехов, в том числе и на Олимпийских играх на будущих. И по сложившейся традиции спортивной, извини, молодёжной программы, я тебя попрошу оставить автограф на память. Удовольствуй. На свои фотографии. Каждый начинающий спортсмен имеет в своей жизни кумира. То есть, человек, на который он старается быть похожим в жизни, в спорте. Есть такой человек у вас? Да, это Сергей Космынин. Воспитанник нашей школы. Мастер спорта международного класса. 1989 год. Хельсинки. Чемпионат Европы. Первый круг соревнований. Сергей встречается с немецким дзюдоистом. Встреча была упорной и был критический момент, когда, вот посмотрите его, пытается немец провести болевой приём Сергею на руку. Тут ему пришлось не сладко, пришлось и потерпеть, и выкручиваться с тяжелейшего положения. Но Сергей чем и силён, что из таких положений он умеет выходить и сам не остаётся в долгу. Бросок оценен на Япон. Посмотрим повтор всей ситуации. Вот он пытается провести Сергею в болевой приём на руку. Сергей выходит с этого трудного положения. И затем в стойке проводит прекрасный бросок. Выходит в следующий круг соревнований. Второй круг соревнований. Сергей встречается с дзюдоистом из Швейцарии. Аплодисом из Швейцарии. Мэтра номер один, побед milletésus, Что니까 Ронкаиной, Финлянд. С次, которые выходит здесь, Сергей Родulares Фреат сейчас, Александр Ред Корректор Ускорный прит choses, που можно выделить в Британию. С модной бассиацией, Род Alternatively да кому я olmет... Еähэро! Бросок оценим на юг, посмотрим повтор ситуации. Бросок оценен на япон, и Сергей выходит в третий круг соревнований. В третьем круге Сергей встречается со своим старым соперником, венгрым Чаком. Бросок оценен в Азнавазарии, посмотрим повтор ситуации. Продолжение следует... Бросок оценен Чаку на юг, повтор атаки. Бросок оценен в Азнавазарии. Бросок оценен в Азнавазарии. Бросок оценен в Азнавазарии. Бросок оценен в Азнавазарии на юг, посмотрим повторение всей атаки Сергея. Продолжение следует... 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 отличный болевой прием чистая победа сергей финале посмотрим еще раз всю обработку финальная встреча сергей встречается с французом бруно карабетта своим старым и постоянным соперником на чемпионатах европы посмотрим встречу бросок оценен на кока причем арбитр дает юка боковые судьи дают кока и так впереди карабета чемпионата а а а а а и и а а а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В последних секундах Сергей проводит бросок, который был близок к оценке, близок к победе. Но бросок не оценен. Посмотрим повтор этого движения. И Карабетто Бруно становится чемпионом Европы. А Сергей Космынин, занимая второе место, завоевывает серебряную медаль. Вот еще раз посмотрим, какая цена медаля на Европейском первенстве. Вот он, чемпион от радости. То ли плачет, то ли смеется. Ну, а это уже Югославия, Белгород, чемпионат мира по борьбе с звездой 1989 года. Первый круг соревнований. Сергей встречается с борцом из Кувейта. Ну, проблем у него не было. Бросок, перевод, и Сергей переходит на выполнение удержания. КОНЕЦ Второй круг соревнований. Сергей встречается с борцом из Польши. Эта встреча закончилась победой Сергея с оценкой в Азаре. Посмотрим этот бросок. Техника приема. Посмотрим повтор еще раз. Третий круг соревнований. Сергей встречается с борцом из Австралии. В этой схватке у Сергея тоже не было больших трудностей. Играет форсивный грудь. Играет форсивный грудь. Играет форсивный грудь. Стретия прохния. Бросок оценен на Вазаре, Сергей переходит на удержание, удерживает 25 секунд и чистая победа. Следующая встреча за выход в финал. Посмотрим повторение комбинации броска с переходом в паркер, который проделал Сергей в этой встрече. Вот он бросок и сразу же переход на Асаикоме. Бросок оценен на Вазаре, Сергей встречается с Югославом. И все, казалось бы, шло хорошо. Повел Сергей в этой встрече, но Югославу домом помогали и стены, и судьи. Там, где он уходил с ковра, мы посмотрим, казалось бы, наказание получал Сергей. Торопился и не мог выполнить удержание чисто. У-у-у! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну и тут они страхуют его, дают в азаре за бросок, явно не столь высокой оценки. А это уже борьба за бронзовую медаль. Тяжело переживал Сергей проигрыш, но сумел собраться. И со встречи с болгариным Сергей вышел нацелен на победу и добился ее. Павел Петриков. Борьба за бронзовую награду в весовой категории до 65 килограммов. Вновь звучит команда МАТЭ. И вновь захват. Пытается взять хороший захват. Вот попытка пройдения своего коронного приема была со стороны Петрикова. Он броски с колена хорошо очень выполняет. Пока это было, будем считать, ложное движение. Поединок только что начался. Еще в 4 минуты 20 секунд бороться. Вполне возможно, что он закончится. И досрочно. Потому что сегодня почти 40 спортсменов. А учитывать нужно то, что это сильнейшие зудаисты своих стран. Сильнейшие в мире. Такой отбор 37 спортсменов в этой весовой категории. И борьба в группах велась почти до времени, положенного по рекламенту уже для начала финальных поединков. Так что времени на восстановление, на отдых не было. Космыгин. И попытка проведения болевого приема. Если удастся, он выиграет схватку досрочно. А значит, это удалось ему. А значит, и бронзовую награду. Сергей Космыгин из Делюсинска провел четко, комбинационно, вот эти вот несколько секунд на татами. Барселона. Чемпионат мира 1991 года. Весовая категория 65 килограммов Сергей Космынин встречается в первом круге с борцом из Португалии. Весовая категория 65 килограммов Сергей Космынин. Бросок отсунен на Вазари. Удержание. Посмотрим повторение броска. Бросок отсунили на Вазари. Б force. Бросок отсунили на Вазари. Второй круг соревнований. Сергей встречается с монгольским дзюдоистом. Борец вязкий, устойчивый, координированный, в общем, довольно крепкий орешек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценен на ЮКО. Повтор ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценили на ЮКО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценен на ЮКО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Повтор ситуации. Бросок вначале оценен на ЮКО. Монгольскому дзюдоисту затем судьи отменяют оценку. Бросок оценили на ЮКО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценен на ЮКО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценен на ЮКО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценен на ЮКО. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бросок оценен на ЮКО. Повтор ситуации. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Бросок оценен на ЮКО. За счетом 5-0, повтор ситуации, за счетом 5-0 победу держал Сергей Космынин. И вышел в следующий круг соревнований. Бросок оценен на Лазаре. Поправка на ЮКО. Бросок оценен на Лазаре. Третий круг соревнований. Сергей Космынин встречается с венгром Чаком. Будущим северным призером Олимпийских игр в Барселоне. Сватка носила, как всегда, упорнейший характер. Посмотрим. Встречу. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бросок оценили на Коко. 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 В упорнейшей борьбе в этом поединке со счетом 3-0 одержал победу Сергей. Четвертый круг соревнований. Сергей встречается с американцем. Бросок оценивается на юга. Сергей преследует соперника в партии. Бросок прошел буквально на первых секундах встречи. Посмотрим повтор. Бросок оценили на юго. Бросок оценили на юго. Бросок оценили на юго. Бросок оценили на юго. Борьба за выход в финал. Сергей встречается с немцем Уда Квемальцем. Будущим двукратным чемпионом мира и олимпийским чемпионом в Атланте. Поединок носил напряженный характер. Повел встречу Сергей. Ну а потом удача от него отвернулась. За бросок передней подножкой юго получает в финал. Посмотрим повторение этой ситуации. Юго быстро в движении поймал прием Квемальцем. Атланта. Субтитры делал DimaTorzok 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 Он вышел, это нарушение в зюдо, уход свободный за пределы татами, наказывается очень жестко, как очень высокий бросок. Вот Сергей проигрывает сейчас маленькое наказание Шида, которое они получили в начале встречи. И ему необходимо сейчас обострять ситуацию, идти в борьбу, чтобы выровнять свадку. Вот видите, Кремльц опять уходит с ковра, уходит с ковра, это очень опытный борец, он из сложной ситуации, когда грозит ему. Вот Кремльц провел конприем подсечкой и получает оценку Юка, теперь уже он имеет преимущество Юка. Вот повтор идет этого броска, бросок, конечно, высокий по технике, выполнены в движении, на международном татаме такие броски высоко оцениваются. Но оценили его на оценку Юка, и Кремльц ведет поединок. Остается, я думаю, не так много. Эти борцы очень опытные, они хорошо знают и бросковые приемы, и в партии болевые приемы, и другие атакующие действия. Сватка идет за выход в финал. В этот предолимпийский год эта встреча, конечно, носила и принципиальный характер, специально на будущие Олимпийские игры, где эти спортсмены должны были также рассматриваться как основные претенденты на Олимпийские медали. Вообще о Кремльце много можно сказать. Это уникальный немецкий борец, который добился очень высоких титулов. Двукратный чемпион мира, Олимпийский чемпион, двукратный чемпион Европы. То есть это 9 секунд остается до конца встречи. И Сергей проигрывает маленькая вот эта шида, которую немец упорно отстаивает. И у него пока все получается. Видите, он опять уходит с татами, и время кончилось. Кремль в финале. Ну а Сергею предстоит тяжелая борьба, как всегда, за бронзовую медаль. После таких встреч очень тяжело собраться и бороться за медаль. Вот, видите, радость нашего соперника. А это уже встреча за бронзовую медаль с американцем, будущим призером Олимпийских игр. Сергей встречается. Извините, поправка. Это Сергей встречается с англичанином. Провел прием Сергея в стойке. Атаку. И пытался атаковать в партии. Борец более молодой, он менее опытный, чем Сергей. И, конечно, ему с Сергеем бороться технологически тяжело. Больше применяет защитные приемы, старается бороться вторым номером от Сергея техники. Вот видите, великолепный бросок. Конечно, такой бросок оценивается. Этот повтор сейчас будет. Повтор техники приема. Но это как учебное пособие. Бросок и у Сергея бронзовая бедаль. Оценивают его на Вазаре, этот прием. Видите, двое из судей не соглашаются с арбитром. Они дают оценку менее. И вот уже тремя голосами определена оценка Вазаре. Сергей атакует в партии. Следующая атака в партии. Это сейчас Сергей пытается провести удушающий прием. Скомбинировать захват. Возвращается соперника. 42 секунды до конца встречи Сергей ведет оценку Вазаре. Соперник даже не очень-то как-то уверенно пытается отыграться. Видимо, чувствует, что преимущество Сергея и в борьбе за захват в основных таких дзюдоистских параметрах, в борьбе в партии. Ну, для него и 5-6 место на чемпионате мира. Это почетное место. Это перспектива в будущем дзюдо. Ну, а для Сергея третье место, это уже повторение югославского, 1989-го белградского успеха. И, конечно, цели он себе ставил, и мы ставили при подготовке, более высокие. И это и доля везения, и борьба равных соперников всегда, она носит такой характер. Спортивный, сложный характер. Арбитр показывает, встреча закончена. Сергей завоет вторую медаль на Олимпийский чемпионат. В борьбе дзюдо чемпионаты мира проводятся раз в два года. И поэтому вот еще эта особенность носит в свою ценность медалью. Это пьедестал почета показан. На верхнюю ступень поднимется западный германец, тогда Игорь Кремльц. Вторым японец Акума. Третьи места бронзовые медали завоюют американец Педро. И наш Сергей Космынин. Ну и также стоят ребята, которые заняты пятые, шестые места, и седьмые, восьмые места. Вот эти восемь человек награждаются Всемирной Федерацией дзюдо в чемпионатах мира. Я хочу обратить внимание на лицо японского дзюдоиста Акумы. Он завоевал серебряную медаль, но посмотрите, никакой радости нет у него на лице. Эти ребята боролись за высшие награды. И, конечно, на пьедестале ему оказалось только один. Вот он оказался. Это немецкий дзюдоист, будущий олимпийский чемпион 96-го года. Это один из телевизорцев Японии своего времени. Многократно Сергей с ним встречался. Имел победы в решающих встречах. Встречал американец Педро Молодой, дзюдоист, ставший в Америке в 96-м году. Также бронзовым призером, но уже в другой весовой категории. Будет встречать им в Германии. Наш флаг будет российский, союзный тогда еще. Подниматься на одном уровне с германским флагом. В общем-то, это, конечно, рассматривали как успех советского дзюдо. Быть в тройке сильнейших чемпионата мира, когда в соревнованиях принимают участие около 90 стран, и десятки стран культируют его на самом высоком уровне. В общем-то, действительно, это почетно и трудно. Конечно, ребят можно поздравить с этим делом и оценить. Конечно, это можно только присутствуя и понимая всю ответственность и уровень соревнований. Награждение идет. Барселона готовилась принимать Олимпийские игры. Она была действительно готова, и все было красиво. Через год эти ребята приедут в этот же спортивный комплекс, чтобы оскорить звание Олимпийского чемпиона и бороться за Олимпийские медали. Судьба не порадовала вот этих лучших дзюдоистов мира. Квемальц занял бронзовое место. Это, конечно, высокая награда. Акума не попал на, проиграв на чемпионате Японии своему соотечественнику. Вот самый такой момент, когда поднимаются национальные флаги, когда мы видим тоже свой флаг. Флаг по тем временам Советского Союза вместе с другими флагами лучших дзюдоистов мира. Еще раз посмотрите на японского дзюдоиста. Радость чемпиона, удовлетворение. Это праздник, это все-таки большой успех. И надо, конечно, уметь и радоваться, и правильно перенести то поражение. Впереди новые старты и новые соревнования.